Друзья, всем привет! Меня зовут Фёдор. Шесть лет назад мы купили вот такое здание. Это была бывшая школа. Здесь 1800 квадратных метров. И, как вы понимаете, что проблема в отоплении стоит очень остро. И к тому же у нас нету газа. Это Кировской области. Половина Кировской области, она не газифицирована. И приходится отапливать дровами. Если на электричество переходить, то это вообще будет сразу разорение. И мы, когда это здание приобрели, купили котел на 165 киловатт в Костроме. Это была фирма Фэборже. ООНПОПЭС, по-моему. И вот этот котел у нас копит. Но он немножко не справляется. Сейчас мы зайдем в котельную, я вам его покажу. Вот это наша котельная. И сейчас топится котел. Но дыма практически не видно. Это пиролизный котел. Вот эта труба, которая поменьше. Это 165 киловаттный котел. И этой весной мы приобрели котел у Москвичева Людмилы Анатольевны. Котел называется Крит на 200 киловатт. Сейчас мы зайдем и посмотрим на него. Вот это котел на 165 киловатт. Вот так он топится. Полностью забитый. Мы ожидали, что этот котел будет работать 8 часов, но по факту получается только 4 часа. И не хватает мощности, чтобы протопить такое здание. Мощность котла легко рассчитать по формуле. Вот она дана вам. П это мощность. Ку поток воды килограмм на сантиметр. Это производительность насосов. Можно там посмотреть. С это теплоемкость, константа. И дельта Т разница температур на подаче и обратке. Кому надо, может легко рассчитать. Больше пяти лет я ездил из Яранска в Вешкаралу каждую неделю. И миллион раз видел вот эту рекламу на дереве. И было какое-то, знаете, недоверие. Думаю, что там мужики делают. Как говорят, в своем отечестве пророков нет. И первый котел мы заказали в Костроме. Думаю, фирма, завод, нормально все, качество, гарантия. И вот как бы он нас не совсем устроил. Но потом вот как-то решились, заехали к этим мужикам по этой рекламе. Я смотрю, вроде инженер там толковый, все объясняю, все правильно, логично, думаю. И решили заказать вот здесь котел. И зашли и приобрели котел, называемый Крит, на 200 киловатт. Вот он перед вами. Отойди, подожди. И сейчас мы его обшиваем каменной ватой. Вот это профиль. И сейчас уже декабрь, зима, подходит к своему разгару. И мы будем его запускать. Давай еще внутри. Вот такая у него топка. Если у вас есть 20 тысяч, то на производстве вам могут утеплить этот котел. Я так посчитал, примерно, то есть 12-15 я экономлю на том, что делал это своими руками. А так вообще, котел все нормально. Тут стоит температура, давление, прибор. Внизу стоит терморегулятор. И вверху стоит 4 клапана предохранительных. Ну, вот смотрите, как бы. Хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то автоматика. И мы, смотрите, что придумали. Вот тут наверху над котлом сделаны труба для того, чтобы поставить датчик включения вентилятора от Жигулей. Ну, девятка, классика, там разная температура. Вы просто ставите датчик температуры, заливаете маслом и приведете провода на аккумулятор. И на улицу вешаетесь в сирену сигнализации. Сейчас покажу, как это мы сделали. При подъеме температуры 95 градусов датчик замыкает цепь. И электричество от аккумулятора идет на сирену. И мы знаем, что котел перегревается. Бывает, что в здании не слышно. И две сигнализации отлично кричат. И когда датчик замыкает, слышно сирену? Друзья, сегодня реальная температура 23 градуса. Это как раз то, что нам надо для того, чтобы запустить наш новый котел. Собственно, для этого мы его и купили. Поэтому заходим в котельную и начинаем первый запуск котла. Вот наш постоянный житель котельной. Кот Дымка, Кочегар. Шестой год он уже здесь зимует. Вот первый котел 165 киловатт. Вот второй уже готов полностью к работе. Утеплен и обшит оцинковкой. Кидаем для разжига сухостоя. Горбуля. Исторический момент. Первая затопка котла. Первая затопка. Похоже, дым чуть-чуть еще не нашел себе дорогу. Дымоход открыт, да. Ну, сейчас он настроится. Вот это первая затопка. Друзья, мы завалили полную топку. На это ушло, наверное, минут 15. И вот смотрите, температура уже, пока мы закладывали, сколько это? 50 с лишним, да? 50. И вот здесь можно посмотреть. Вот такой процесс у нас происходит. Первое впечатление такое, что... Первое впечатление такое, что это бездонная бочка, в которую надо камаз дров за раз закидать. Ну, дым уже не идет, как вы видите. Наверное, дымоход прогрелся. И сейчас мы засекаем время. У нас 25 минут 11. Мы будем засекать, насколько хватит этой закладки дров. Дымок вот уже видно. Тот котел мы остановили. Он у нас погас. Работает теперь 200-киловаттный котел. Вы видите, как дым столбом уходит в небо. Морозит. Вот, время у нас без 22-11. Температура 63 градуса. И мы закрывали поддувало. Потому что 60 градусов нам достаточно. Дальше котел будет поднимать сам. Прошло полчаса. С того момента, как мы закрыли топку. Посмотрим температуру. Температура 60 градусов. Давление где-то 0,3-0,4 бара. У нас система не замкнутая. Расширительный бак открытого типа. Просто емкость без крышки. Посмотрим, сколько градусов на вот этом термометре. Который стоит на... Ух ты! Вот это вот я понять не могу. Почему этот показывает 70? А тот показывает 60. Какой там 70? 70? Сейчас. 74. А тот показывает 60. Вот и не знаю, кому верить. 74 градуса. А тот термометр показывает 60. Дымоход вот в таком положении. Видно, наверное, да? Заглушка. И не знаю, кому верить. Прошло 6 часов работы котла. Температура 72 градуса. Задвижка тоже почти в закрытом состоянии. Сейчас посмотрим, что там творится. На этом термометре 60 градусов получается. Получается разница 10 градусов на двух термометрах. И конденсат перестал капать. Видно, когда температура поднимается, конденсат перестает капать. И еще потому, что котел новый, поэтому конденсат капал. На том старом котле у нас вообще поначалу тоже капал, по пол ведра за ночь накапывало. Ну, а потом перестало все капать, затянуло сажей. И посмотрим. А дрова все так же лежат, как и лежали. Может быть, конечно, они уже не такие твердые. С тех пор, как мы затопили, прошло 7 с половиной часов. Затопили в 10-25. И вот, смотрите, температура в котле. И сейчас посмотрим, сколько там осталось дров. Чуть-чуть поосело, но, в принципе, отлично. Дым идет, потому что дымоход. Отлично, просто отлично. Топка убавилась на 30%. Короче, время без 20-11. Я уже реально устал ждать, когда это все прогорит. Уже больше 12 часов котел работает. И мне уже спать охота идти. Температура в 60-68 градусов. Но мы держали в течение этого времени температуру 60-70 градусов. Сейчас я открываю трубу просто и загружаю новую парку и ухожу спать. И покажу вам, что внутри. А внутри еще горит, еще где-то, ну, наверное, чуть больше четверти топки еще не прогорело. Просто уже нет желания мне ждать, спать охота. Вот и трубу открыл, сразу пламя пошло. А так пламени нету. Все, сейчас загружаю и иду спать. Друзья, вчера в 17.20 мы закинули полный котел, топку. И держали температуру 65-70 градусов всю ночь. Сейчас уже время 11.25. То есть, получается, прошло 18 часов непрерывного горения. И мы сейчас посмотрим, сколько температура на котле и сколько в топке осталось дров. Получается, 53 градуса температура. И сейчас мы откроем топку и посмотрим, сколько там дров. Топка, четверть топки углем забита. Ну, не четверть, может, пятая часть угля. То есть, котел продолжает работать и температура 53 градуса на котле. Полтора месяца непрерывной работы прошло и можно делать какие-то выводы. Что могу сказать? Одной закладки березы, если ее хорошо уложишь, ровненько, хватает на 20 часов. Если так, как попал, накидал на 18 часов, работали на осине, на трухлявой, всякие доски гнилые, отберенно со старых домов. И хватает где-то на 10-12 часов. И из плюсов, что еще можно сказать? Котел дает экономию дров, ну, наверное, процентов так 10-15 по сравнению с предыдущим котлом. Наш кочегар, даже вот, он вообще рад очень, отдыхает. И цепочку вот я настроил, он ее отцепил, потому что на цепочке чуть-чуть больше дров уходит. Из минусов, что можно сказать? Что, ну, когда начинаешь закладывать, вот видите, дым немного попадает в здание. Может, мы дымоход как-то неправильно сделали или еще что-то. Ну, в здании мы держим температуру, самое холодное место, это 18 градусов, в комнатах мы держим 23 градуса. Котлом очень довольны. Надеюсь, что те ребята, которые его делали, не увидят этот ролик, чтобы не зазвездились. Ну, и из минусов еще можно указать то, что в котельной сейчас вот тут 0 градусов. Наверное, слишком хорошо я его утеплил. Кота нашего пришлось переселять в другое место. Тут ему уже стало холодно. Ну, может быть, сверху снять утеплитель и будет тепло.